Я специально, чтобы понять глубже, что такое лидер, смотрел фильм про Макару Канье. Я смотрел внимательно и видел, что это чувство собственного достоинства. Оно может быть у кого угодно. То есть человек реально был из низкого класса, то есть из рабов практически. То есть он пиар поднял, из-за этих движений просто общался с этими лордами, даже в тюрьме, то есть с ним не могли, не могли разговаривать, потому что он сам себя уважал, понимаете? То есть он не давал издеваться над собой, ну чисто имеется в виду эмоционально. Допустим, человек может быть даже бедным, но он должен внутри себя иметь силу строить правильные отношения с людьми. Пытайтесь это понять. То есть эта сила не означает, что ты против власти. Вот в этом и заключается проблема, что часто человек, он внутри себя против власти. Из-за того, что он внутри себя против власти, он снаружи начинает унижаться. Что такое унижение? Ты себя сам обманываешь, по-вести, и все. Там все обманываешь, делаешь вид, что ты за. Но никого обмануть невозможно. Если человек в власти стоит, в чем главное его качество, характер? Про инициативность. И вон человек, который является лидером, он всегда видит людей. Первое главное качество. Если он не видит людей, зачем тогда ему туда отлезать? А если он уже занимает высокое положение, он хорошо видит людей. Он смотрит прямо в глаза, внимательно. Пытается понять человека очень хорошо. Так? Если ты уважаемый человек, это означает, что ты ни к чему не привязан. А это означает, что ты понимаешь, что вы любите Бога. Допустим, я прихожу к серьезному руководителю. Я хочу помочь городу. Я хочу помочь городу. Это плохо или хорошо? Хорошо. Я прихожу к серьезному руководителю. Хочу помочь городу. Начинаю ему рассказывать, как я хочу помочь. Первое, что он начнет делать? Он начнет тебя проверять общивость. Он скажет, давай я тебе организую вот тут. И смотрит в глаза. Ты, ой, ура, ура, давай, все. До свидания. Придешь в следующий раз, он решил этот вопрос. В следующий раз уже не будет. Почему? Потому что такой человек не может ничего организовать. Организовать может только тот, кто спокойно относится и к счастью, и к горе. Лидер должен спокойно ко всему относиться. Он должен быть спокойным и в радости, и в печали. Понимаете? То есть, ты пришел, допустим, к серьезному начальнику. Надо быть спокойным. Какие проблемы? То есть, я организую. Надо показать ему уважение. Надо сказать, что-то ценное для него, что ты про него знаешь. Сказать, вы знаете, мне очень понравилось, что вот так вот. Несколько моментов из жизни его сказать, ценных каких-то, которые тебе понравились. Ты уже восстанавливаешь личное отношение с человеком в результате. Личное отношение – это очень важно. Личное отношение можно установить только, когда ты относишься к человеку. Правильно. Я вам сейчас, как лидером, расскажу три типа правильных отношений. А других правильных отношений не бывает. И они все неуспешны, эти отношения другие. Первый тип правильных отношений, все три типа правильных отношений можно устанавливать, если у тебя хорошо и правильно работает чувство собственного достоинства. А если он у тебя не работает хорошо и правильно, значит, когда ты не можешь быть лидером. Лидер никогда не унижается. Но он может подчинить себя. И в этом заключается его чувство собственного достоинства. Попытайтесь это понять. Лидер с удовольствием подчиняет себя. Почему? Потому что он видит горе Бога. Но как вы думаете, допустим, правитель республики, он уполномоченный Богом человек или нет? Да. А иначе, как тогда Бог управляет страной? Он управляет только через лидеров. Нет другого способа, как ему управлять. Если Бог захотел этого человека, что тот правил страной, почему я не могу его за это уважать? Почему я не могу видеть в нем волю Бога? Власть это воля Бога? Почему человек обладает властью? Потому что Бог так захотел. Попробуй сам и стань директором завода. Возьми вот так, напрягись и станем. Не получается? Разначает, Бог не хочет. Если Бог хочет, все получается. Ганки просто занимался тем, что он просто не сопротивлялся насилию. И при этом всех обучал этому. Ну, если Бог не захотел, их никто не заметил. Пять человек бы заметил, и все. Он приехал из ЮАР, когда там вот он сделал это движение и повиновение, и его зауважали отмечания в результате. Он приехал в страну как национальный герой уже. Почему все так, кто бы его сразу узнали и полюбили? Потому что этого Бог захотел. Но если человек не уважает себя, Бог ничего не будет хотеть. А человек за что себя может уважать? Так как вы думаете? Только заодно. Если человек имеет какую-то миссию в жизни, миссию, вот за что мне Бог может дать деньги? За что? За то, что я жадный? Ну, хорошо, он тебе даст. Чемок тебе родить, говорит. Если человек очень жаден, он может нагрести очень много денег. Десять лет он может удерживать для себя. А потом эти деньги станут причиной шутких страданий. Как это произойдет? Не знаю. Эти деньги могут стать причиной его страха, его будут ракетировать. Или причиной тяжелых воин с другими как бы лидерами. Или причиной страданий через его подчиненных, которые будут думать о нем плохо. или он просто залетит где-нибудь и сядет в тюрьму. То есть деньги, притянутые силой, они становятся силой, разрушающей жизнь человека. Потому что деньги это всегда сила, понимаете? Нужно основание. Зачем тебе деньги? Деньги могут даться человеку свыше. Как это происходит реально? Находятся друзья там, находятся люди, которые вас продвигают. И это происходит само собой. Не надо напрягаться. Просто кому-то понравится. И все. А почему понравится? Потому что на это есть воля Бога. И почему вы не понравитесь тоже на это есть воля Бога? Поэтому для того, чтобы стать лидером, надо сначала понять, зачем ты живешь. Потому что лидер живет только для того, чтобы страна стала счастливой. И надо понять, как можно эту страну сделать счастливой в тем условиях, в которые она находится. С одной стороны, кажется, все уже повязано. Но смотрите, если все повязано, почему я читаю лекции? Я ни от кого не завишу в этом. Люди слушают лекции по всему миру. Каждый город приезжает по 600 человек. В Москве 800, в Питере 500, там и так далее. Такие цифры людей приходят на каждую лекцию везде. Я не связан никак с никакими структурами государственными. Просто делаю пользу стране сам, своему желанию. И никому ни о ком не говорю плохо. Я просто даю людям знание. У меня нет зависти, нет вражды никому. Я счастлив от Медведева, Путина и от вашего правителя тоже. У меня нет проблем с ними. Поэтому меня никто не гоняет. Меня православные пытались погонять. Начали изучать, видят, что я ничего плохого про православие не сказал. Звуки перестали меня гонять тоже. Все. Означает, видят. Видят, означает, что никому плохого не делают. Его миссия сделать добро. В тех условиях, которые есть. Условия таковы. Вот вы живете в такой стране. В ней такие законы. Но примите это все. Какие проблемы? Если вы достойны лучшего, сделаете самое лучшее что-то. Это означает чувство собственного достоинства. Когда человек принимает то, что есть, уважает всех. И начинает в этих условиях со всеми сотрудничать. Начинает жить. У него есть идея внутри. Это значит, что он уважаемый человек. Человека можно уважать только за идеи. Чуть-чуть капусты себе накрести побольше. Так эта идея у всех есть. Кого она вызовет уважение? Человека, который перед вами сидит. И который богаче вас. У него тоже это желание есть. И оно его не вдохновляет. Вы, допустим, приходите к нему и говорите. Я хочу сделать себе побольше капусты. И вам тоже чуть-чуть достанется. Да ему хватает. Не волнуйтесь. Вот если вы скажете ему что-то ценное. И он проверит вас. И он увидит, что вы действительно такой человек. Вы легко подниметесь. У меня есть один знакомый в Москве. Он продал машину свою. У него была собственность машина. Продал машину. И начал людям распространять пищу бесплатно. И он это делал не тихо там где-то за гуточки. А он всем об этом рассказывал. Что так надо жить. Ну, продал машину. Начал всем просто готовить пищу и распространять ее. Сейчас он входит в состав правительства Москвы в этом вопросе. То есть он реально как бы имеет государственные дотации на то, чтобы это делать. Человек очень простой. Но он вошел в высокие круги из-за того, что он имеет идеи, понимаете, в жизни. Это правильный и хороший способ жить. Таких людей всегда уважают. Вы можете сказать, что правительство гнилое, там взятки туда-сюда. У меня другой опыт. У меня другой опыт. У меня, ну, сгодка, я не видел людей, серьезных чиновников, таких хороших. У них у всех есть идея какая-то внутри. Они блестят этой идеей, понимаете. Это называется чувство собственного достоинства. Себя нельзя уважать просто за то, что ты деньги копаешь. Конечно, у человека есть карма какая-то, прошлая, которая может дать ему власть. Карма может дать власть. Человек может быть сильный от власти. От кармы-то ты. Но, ну и что он награбил? Ну, сделал себе домик там. И в чем смысл твоей-то жизни, как руководителя? В чем? Ты как бы сделал себе возможность кушать, спать, сексом заниматься? Не с одной. Ну, хорошо. Это все просто животная жизнь. А на что ты себя-то уважать можешь? За что ты лидер? За что себя можешь уважать? Только за то, что ты сделал для страны что-то ценное. Вот и все. Каждый лидер для себя должен взять какую-то ответственность в жизни. Конечно, это непросто. Непросто не в том плане, что надо с кем-то сражаться, кому-то что-то доказать. Да не надо ни с кем сражаться. Надо просто понять, как пользу приносить в условиях этой страны. Я понял для себя, что не через телевидение, не через радио, и даже через книги. А просто ездя и читая лекции. Мне можно принести огромную пользу этой стране. Вроде бы проще выйти на центральное телевидение и начать там. Но глубокий анализ показывает, что там ничего не скажешь. Там находишься в жестких рамках, в которых времени и слов. Ты можешь улыбаться там и говорить всякую чушь. И все. Невозможно ничего сделать. Сразу возникает вопрос, а кто придет тебя слушать? А это уже практический опыт. Ты идешь и не спрашиваешь, придет кто-то или нет. И потом смотришь и результат. Почему? Потому что есть идея, понимаете, в сердце. Идея такая. Сделать людям пользу в жизни. А не просто так сидеть и кушать, и спать. Лидер означает, кто хочет делать пользу. Мы говорили с вами, есть третий тип лидеров. Одни считают, что польза это знание. Другие считают, что организация общественной жизни это руководители. И третие считают, что нужная страна, чтобы страна процветала, это бизнесмены. Они все, эти третий тип лидеров, не для себя живут. Не для себя. Просто разные способы достижения цели. Те, кто хотят знания дать людям, они действуют через знания. Те, кто хотят принести социальную пользу, они находятся в социуме и действуют через отношения. Для лидера самое главное это построить отношения со всеми. Это его главное. И поэтому он ради этого живет. Если есть отношения, есть власть. Если есть власть, есть возможности. Лидер не думает о том, что он должен упахиваться, упахиваться, делать прибыль, и тогда будет власть. Власть возникает от того, что он правильно себя ведет. Можно не упахиваться. Александр Меньшиков не упахивался. Просто правильно вел себя с Петром Первым. Он стал лидером всей страны. Лидер это не тот, кто деньги зарабатывает, как осел. Перед морковкой бегает и думает, что он станет сильным человеком из-за этого. Лидер это тот, кто может уважать всех. И он сам уважаемый человек. Почему? Потому что ему есть себя за что уважать. Потому что у него есть ценная идея в жизни. А не просто идея заработать и построить домик на берегу Казанки. Красивый лесной домик. Я знаю, поэтому говорю. Итак, учитесь этому. Это большая наука. Надо учиться уважать подчиненных. Любовь невозможно привить себе. Этому надо молиться. Любовь достигается в молитве. Если ты любишь людей, они тебе верят. Вера не возникает от того, что ты просто можешь купить. Никого не купишь. Это все бред. Если ты купил человека, он будет куплен, пока у тебя есть деньги. Потом он тебе придет под зад. Он будет куплен до тех пор, пока он сам не станет сильным. Пока он под тобой. Что он делает? Он развивается. Он ест тебя. Ест твое знание. Ест твои возможности. Развился. Винтар под зад. До свидания. Это означает, что ты теряешь самое лучшее. Почему? Потому что ты не понимаешь, кого надо брать и кого надо развивать. Надо самому стать достойным человеком и окружить себя только достойными людьми. У кого есть в окружении из вас хотя бы один такой достойный человек, который ранней идеей живет? Немайте руку. Все? Значит, вы уже лидеры. Если нет такого человека, ни одного, значит и вы не лидеры. Пока. Но вы можете стать лидером. Надо понять, ради чего жить. Потому что как может человек верить в вас, если в вас, вам не за что жить? Он верит, что вы вместе по дому построены. Ну, значит, он просто дурачок и все. Ну, по дому можно и самому построены, чем за кем-то идти для этого. Итак, три типа отношений. Первый тип отношений. Человек может любить старших, уважать их. Это надо развивать в себе. Надо понять, за что ты, за что уважать старших. Надо понять, что они поставленники Бога. Их можно было уважать за то, что Бог им дал власть. За то, что они способны видеть проницательный человек. За все что угодно. То есть, за любое качество, которое есть у старшего, это все проявление энергии Бога. За все это можно старшего уважать. Если старшего не уважать, значит, ты не уважаешь себя. Зачем ты к нему пришел? Если ты ему не можешь уважать, он не будет с тобой иметь дело. Потому что все отношения власти построены только на вере. Если ты можешь верить этому человеку, он будет верить тебе. А если он будет верить тебе, значит, он тебя займет. И это значит, что ты получишь сам эту власть. Власть это не то, что ты взял и ухватил. Она передается через кого-то. Если ты не имеешь отношения со старшим, значит, власти нет. Теперь, старший подлец. Ну, он, допустим, обманывает, делает глупости. Ну, не обращайте внимания. Какая власть? Он старший, у него власть. Если у кого-то лучше власть есть, то лучше этого человека. Найдите этого человека и ему служите. Но если другого нет, служите тому, кто есть. И вы увидите, что он будет с вами строить отношения, как надо. Почему? Потому что если вы строите с ним отношения, как надо, вы прощаете его, вы терпите его проблемы, но при этом не унижаетесь. Кто такой унижен? Кто не простил? Вот вы, допустим, вас оскорбили, и при этом начали внутри себя его не любить. Значит, вы унижены. Вы ему подчиняетесь. Почему? Потому что вам нужны деньги, от него положение в обществе. Все, это же просто, ну, глотать дерьмо. Надо простить человеку. Прийти к нему, и он увидит, что ты продолжаешь его уважать. Все, этого для него будет достаточно. Ничего себе серьезный человек. Это означает лидер, сильный человек. Лидер сильный человек. У меня есть один знакомый, там, его пригласили ему передачу «Барьер». Ну, то есть, он духовной практикой человек занимается. Он лидер по природе. Он очень сильный человек. И он просто, его поносили со всех сторон там, а он просто спокойно отвечал, объяснял, шутил даже. И все жюри, понимаете, хотя, как бы он представлял миру, которая мало развита в России. А его противником был сильный православный, который пытался его просто, ну, знаете, с грязью смешать. Все жюри были за, кроме одного, за этого человека, молодого. Они сказали, что это настоящий святой, а то это просто алицемент. И они, как бы, он победил, этот человек. Но один был, воздержался, потому что он сказал, ну, все-таки мы должны понять, что это представитель православия. Он воздержался, поэтому. Не потому что тот уважал, он уважал этого человека, который просто пену изо рта брызгал. Почему он пену изо рта брызгал? Потому что у него не было любви. Если у тебя нет любви, ты не прав по-любому. Если человек может любить, его можно унижать, как хочешь, он продолжает любить. Это значит, что он уважает себя. Все. Он непобедимый. Его невозможно сломать, невозможно считать его плохим. И невозможно сделать так, что его не будут уважать окружающие. Это означает, что этот человек видит, его надо использовать, как видит. Так, первое качество. Надо учиться уважать старших. Посмотрите в свое сердце. Вы преданы старшим или нет? Вы видите в них грязь больше или то, что в пользу в них видите? Что вы видите в них больше? Если больше грязи, у вас ничего не получится. Вы не будете развиваться. Никаких вариантов нет. Второе. Надо быть верным друзьям. Нужно научиться понимать, кто друзья, а кто не друзья. И быть верным друзьям. Ради них надо жить. У меня есть один бизнесмен знакомый. Новосибирский. Ну, у него красивые, очень большие квартиры, несколько квартир. Он говорит, у меня больше квартир. У нас просто три друга. И один бизнес прогорел, я ему квартиру подарю. Ну, и часть бизнеса отдал свою. Я говорю, зачем? Он говорит, а зачем жить? Ну, зачем жить? Я люблю друга. И я хочу для него жить просто. И все, я ему отдал часть бизнеса. А зачем жить? Зачем лидеру жить? Трястись со своих копеек. Зачем ему жить? Если он такой шаг сделал настоящему другу, значит, что этот настоящий друг отдаст ему не часть бизнеса, а свою жизнь. Но если вы дерьму какому-нибудь отдадите, будет противоположный результат. Поэтому надо учиться понимать, кто друг, а никто не друг. Это и есть качество лидера. Учиться это видеть и понимать. Для этого надо свои шаги делать честные и чистые. И смотреть оттачиваясь. Если человек говорит, до свидания. Лидер должен уметь, как создавать отношения, так немедленно их заканчивать. Не надо мелочиться. Не надо, у меня больше никого не будет. Будет лучше, если вы будете выбирать. Лидер должен уметь трекаться от отношений и приближать с этих людей. И делает он только по одной причине. Что есть настоящие люди, а есть гнилые. И гнилые люди для него, это не люди. Это просто чужие люди. Он, пожалуйста, уважает их, пожалуйста, все, я люблю тебя, но не рядом со мной. Третий тип отношений это любовь к младшим. Любовь к младшим не означает, ты злакая, пошел вон. Любовь к младшим означает строго, но родные чувства надо испытывать. Родные. Строго, но родные. Вы пытаетесь это понять. Родные означает, ты любишь человека по-настоящему. И искать надо. Любить можно только за хорошее. Поэтому лидер умеет видеть хорошие люди. И человек аж вдохновляет. И, допустим, пришел человек, он прогулял. Лидер должен его наказать. И он говорит, Петрович, как рыбалка была вчера? Позавчера. Он другому говорит. И тот говорит, хорошо. Ну, сам знает, что он пришел к начальнику, наказывать будут. И тут он с ним просто по-дружески говорит. И потом говорит, да, Петрович, ты прав. Ты сидишь, что-то, глаза у тебя в страх. Да ты не бойся, ну, подумаешь, зарплату уменьшим на месяц. Это же надо для всех. Ты же прогулял. Честно, посмотри на жизнь. Все. И тот будет спокойный. Идет спокойный, потому что, ну, его никто не ненавидит на предприятии. И он просто наказывает, и все. Это же разные вещи. Наказание, ненависть. Но потом придет, скажет, сам дурак, что делать? Наказали. Сам дурак. Понимаете, у него другое отношение будет к этому наказанию. Любовь основа. Но. Это три типа отношений, которые лидер должен строить. А есть еще четвертый тип отношений. Когда лидер очень твердо стоит вне отношений. Это тоже проявление чувства собственного достоинства. Лидер должен уметь показывать просто своим поведением. Что ты от меня ничего не добьешься. Не потому, что я тебя не люблю. А потому, что ты гнилой. Понимаете? Если человек начинает с лидером, все, стена. Какое бы положение он ни занимал, каждый человек должен понять, что с лидером невозможно играть в игрушки. Для него честь дороже всего. И если ты нечестно к нему относишься, значит он тебя отстранит, какое бы ты положение не занимал. И опыт показывает, что люди, которые имеют положение и поставлены Богом, они сами не уйдут. Просто так нужны основания. Если тебя отстранили за то, что ты гнилой, это не основание уходить. А если человек все-таки ушел, значит он действительно гнилой. И принес по вам еще больших проблем. Как и до свидания и слава Богу. Это значит не от Бога человек. Понимаете? Потому что структуру предприятия Бог создает, а не человек. Человек сам не может ни удержать никого, ни создать. Если он для Бога действует, то есть с уважением, с чувством собственного достоинства, в этом случае означает, что рано или поздно вокруг него будет такая команда, которая будет за него все делать, ему будет помогать, но у него не будет проблемы. У меня есть один человек, я его знакомый. Где ли? У нас один духовный учитель с ним. Он очень богатый человек. Как-то 15 лет назад я сидел в святом месте, учеников учил. И как-то так получилось, что мы не рассчитали, лечили людей бесплатно. Ну, они жертвовали, но мало. И крончились деньги. Я просто говорю, Бог поможет, не волнуйся. Они что-то начали все печалиться, что мы вот тут сидим, даже уехать назад не сможем. У нас нет денег, все, все заныли. Пять человек со мной был. Ну, пришел ко мне в гости. Знаете, он посмотрел просто на нас так. Говорит, а что у тебя все кислые? Я говорю, да ничего, нормально все. Говорит, ты, говорит, деньги-то рассчитал? Я говорю, да, все, Бог поможет, что рассчитывать? Все хорошо, мы же пользу делаем, мы же не вредим. Он посмотрел на меня, ушел. Он приходит и принес вот такую пачку долларовых купюру. Ложит и говорит, давай продолжай. Все делает. Все. Но я сейчас вам не про это говорю, а хочу рассказать про его жизнь. Вот этот человек, у него два брата есть. Два брата. Он среди них старший. Среди всех. И он очень сильно занялся духовной практикой. И два брата заметили, что он стал очень проницательным человеком. И он собрал их и сказал, я отдаю вам все. Вы будете сами вести весь бизнес. Вы будете давать мне денег столько, сколько считаете нужным с этого бизнеса. И большое поместье, там надо все это содержать. То есть реально огромное поместье. Там красота, много звук ходит. И у них несколько заводов на троих. Сказал, я буду духовной практикой заниматься. И вы будете приходить ко мне, когда вы не можете понять, что делать. Я буду молиться Богу и говорить вам, что делать. И вы будете меня содержать, как считать нужно. А если вы посчитаете, что я не старший для вас, я с вами перестану иметь дело. Все. Что было дальше, все начало процветать. У них просто бизнес полетел вверх. Потому что они начали вести дела. Люди знают, старший, что вот этот человек. Они к нему простые люди приходили из заводов советоваться. Начал духовный брак, как оставался вести. Они приходили к нему, спрашивали, что он молился, говорил, все сбывалось. То есть вот как они делают, так как получалось все. Все начало процветать. Понимаете? Такая личность. В чем его особенность этого человека? В том, что он понял, что все в руках Бога. Понять это очень сложно. Он понял, для кого жить. И он не стал, не бросил ничего. Он не типа, я не буду бизнесом заниматься. Он начал заниматься более качественно всем. Он понял, что надо делать. Самый лучший правитель, это тот, который ничего не делает. Кроме делать, только то, что он полностью предан Богу. А Бог ему дает таких помощников, которые за него все делают так, что больше никто ничего не сделает. Таким был Махат Маганди. Он ничего не делал. Он не был президентом страны. Он не занимал никакого поста в правительстве. Он просто был святым, который хотел управлять страной как святой. И что происходило? Все, что происходило в стране, происходило под его словом. Он снова сказал, все происходит. Как англичане ушли из страны в результате его слов? Он сказал, одежду англичан не покупаем. Тю-тю. Англичане начали вылетать в трубу, весить бизнес. Соли англичан не покупаем. Море вывариваем. Тю-тю. Царевой бизнес полетел и так далее. Который англичане понял, что лучше дружить с индусами. И решили им дать независимость, чтобы бизнес остался. То есть так и получилось. Понимаете? Он запобедил полностью просто всех. Потому что он был лидером настоящим. Мог вести себя так, чтобы все люди полностью подчинялись его войне. При этом он не был в правительстве. Просто человек, который хочет управлять страной. Он правильно и знает, как это делать. Он с помощью своего примера управлял свои силы внутренне нравственные. В обладании есть такая шлока, что я есть нравственная сила тех, кто хочет победить. Господь говорит. Самая большая сила у человека в жизни, какая есть, это нравственная сила. Нет больше силы. Лише. Если человек способен иметь эту силу, и люди будут приходить хорошие и отваливаться плохие. То есть тема отношений для лидера самое главное. Он должен научиться понимать, как строить отношения, как внутренние отношения с самим собой, как строить само собой. Если ты унижен по отношению к себе, ты скуп, ты не можешь победить свои проблемы, ты не можешь помочь никому. И никто не вдохновится тобой. Богу нужны только те люди, которые могут улучшить ситуацию, которая царит в обществе, в стране. Улучшение не означает воевать сейчас. Улучшение означает уметь правильно строить отношения с позицией противизизма, со всеми людьми. Если надо взятку дать, ну дайте взятку, какие проблемы. Но делайте это, потому что так надо. Не надо бариться по этому поводу. Надо сказать какие-то слова, скажите. Надо присутствовать на пьянке, вы присутствуете на пьянке. Ну надо выпить, но чуть-чуть клеймите там. Надо убиваться ради этого. Думать, что все хотят, что ты напился. Ну показал, что ты за. И все. Лидер должен быть социальным человеком. Означает, должно быть жертвы. Я как-то учился один высокопоставленный православный человек. Он построил несколько храмов. Он рассказывал, как он строил еще в тех временах социалистических. И говорил, что чтобы строить храм, для этого надо приходить. К начальству. И с ними выпивать. Они потом дают деньги, и ты строишь храм. Система очень простая. Без этого невозможно. Ну а он говорит, ты можешь по-разному выпивать. Ты главное покажи участие. Участие. И все будут за. Если ты контролируешь себя, люди, это тоже оценят. Он не видит, что ты как бы контролируешь себя. Но при этом со всеми. И не ты выше, не выше всех стоишь. А ты как бы уважаешь их все равно в любом состоянии. Ты со всеми. Ты не отделился. У меня был такой опыт. Я никогда не пил в своей жизни. Но у меня были друзья. В 10 классе. И в институте. Я приходил на вечеринки. Я не пил. Но я настраивался таким образом, что они чувствовали, что я не пью. Вообще. Они жутили надо мной. Говорят, ну что ты. Лимонадчик. Ну там, на меня. Я говорю. Да. Брал лимонад, чокался с ними. Лимонад. Все уважали. Все были счастливы. Почему? Потому что я был не против. Я был за все. То есть я со всеми был. Люди меня уважали. Принимали свою компанию. Не было проблем. Потом я понял, что люди даже не будут замечать, что ешь ты мясо или не ешь. И ведешь ты какой-то другой образ жизни или не ведешь, если ты сам этого не замечаешь. Если ты сам не акцентируешь себе на это внимание, никто не замечает, все нормально относятся. Никто даже не заметит, что ты ел, что ты не ел. Главное, чтобы ты не выпендривался перед всеми этим качеством своим. Лидер не должен выпендриваться. Он должен в любом обществе чувствовать родню. Все должны родные для него быть. Как бы человек в себя не бил, если ты у власти, мне нужна власть. Он же лидер не может жить без власти. Он должен человека у власти ценить и уважать, потому что это представитель Бога. А как он будет жить сам, ты его делай. Научитесь так жить. И вы увидите, что вас еще больше будет все уважать. У меня один знакомый попал в тюрьму. Вначале разбил человека на машине. Он духовной практикой серьезно занимается. И он, интересно, как там было в тюрьме. Он начал там просто заниматься духовной практикой открытой при всех. То есть большая камера там, все. И люди сначала смеялись над ним. Он как бы очень уважительно, да, согласен со всем. Да, я такой, все. И продолжал. Потом в тот раз посоветоваться пришел. Он сказал, объяснил по-дружески, с любовью, как бы с ним. Потом раз следующий, следующий. Он руководство его попросил лекцию прочитать. Собрались уголовники, он прочитал лекцию. И его перевели в другую палату. В этот, его перевели в медчасть. И там как бы свободно бежит. Другое питание, другое проживание, все. То есть другая работа, все. То есть так, очень быстро. Ему два, срок, четыре года дали. Через два месяца ему располовинили. Сделали два. И потом сделали год. Три амнистки он прошел. И через полгода вышел. Это все. Классика жанра. Как человек должен себя вести. У меня есть еще один популярный лектор сейчас, который сидел в тюрьме. Был ракетером, да, на самом деле. Он был в таких очень серьезных уголовных кругах. Когда духовной практикой занялся, он начал читать лекции тоже уголовникам. Сам поездил по тюрьму. И они на него орали там. Ты что? Тут нам. Там втуляешь. Салага там или еще как-то его обзывали. Он говорит, кто салага? Говорит, я на свободе, а вы здесь чухаетесь. Просто как такой интеллигентный человек лекцию читал. И когда с ним такой разговор вели, он по-ихнему отвечал. Все сразу сидели и слушали. Ну, нужно общаться по-разному. В зависимости от ситуации уметь. Понимаете? То есть, он заумевал плотное положение в этом лектории. Так или иначе. То есть, это я вам прикажу примеры, как работает чувство собственного достоинства у людей. В разных ситуациях. Нет проблем для лидера, в какой ситуации он не знакомился. Он должен уметь завести соответствующие ситуации. И это не является чем-то плохим. Это нормально. Просто есть очень серьезный аргумент. Какие серьезные лидеры мне многие говорили этот аргумент. Если ты находишься в какой-то среде, значит, ты не можешь быть другим. Ты должен быть таким же, как все. Иначе ты не будешь в власти. У меня есть по этому поводу много примеров, что это не так. Это является заблуждением. Допустим, правительство России привыкло квасить. Ну, давняя традиция. Ну, Путин взял и убрал эту традицию. И все. Ну, просто показывал принципиально, что я не такой. И все. И делал это с чувством собственного достоинства. В результате популярность другая стала. Пошла такая волна. Не то, что он был против. Он не против, просто он не такой и все. У него другое мышление. Можно показывать другую волну людям. И это будет тоже популярно. Если говорить о развитии бизнеса, то, допустим, в Америке сейчас непопулярно ходить пьяненьким и гурить. Люди не берут на работу, даже те, кто гурит. Если узнают, что гурят, до свидания, пинка под задом. Там какая популярность идет сейчас? Ну, по крайней мере, в Сан-Франциско, где я был. Конечно, не факт, что везде это будет вот именно такое процветать. То есть, новая волна, возможно, но даже в этих условиях, которые сейчас есть, можно быть ценным человеком, всех уважать, всех будут уважать тебя. Какие-то есть вопросы к этой теме? С нет вопросов? Олег Геннадьевич, а вот, допустим, вы сказали, люди же все разных религий, да? И у нас в коллективе достаточно разных конфессий вот люди, да? Можно ли на какие-то изображения свои, или это не стоит афишировать вообще на рамках ученицов? Ну, вот хороший вопрос. Нет, лидер не должен себя афишировать. Нельзя свою принадлежность к какой-то религии наставлять на показ лидеру, потому что это немедленно приведет к тому, что люди других религий начнут его бояться. Он потеряет отношения. Я вам приведу пример Адбара, который завоевал всю Индию. Он что сделал? Он просто взял, несмотря на то, что у него куча его окружала, куча мусульманских лидеров, которые просто были дико против индусов. Дико против. Он взял индусу, взял жены, взорит суд. И все, тю-тю. Никто не смог, и индусы счастливы, и мусульмане тоже смотрят, что он как бы такой прогрессивный царь, просто без войны всех завоевывает. То есть не со всеми воевать приходилось. Люди видели, что все равно завоюют, зачем дергаться. Но если ты как бы с миром пойдешь, они видели, как он содержал те государства, которые были к ним мирные. То есть, ну, вот эти царь какие-то там, подца, ну, эти вот, княжества. Они процветали просто. Он давал такие условия для развития, просто все процветать начало. Но главное была власть и принципы, которые он устанавливал. Ему не нужно было крабить никого. Он просто хотел власти, для того, чтобы управлять страной, как он считает нужным. И он это сделал. Все процветали вокруг. Если кто-то пытался сделать плохо ему, он наказывал медленно. И очень серьезно. И все знали, лучше не дергаться. Просто живи вот так, и все. Взял в жены, царицу, индусскую, серьезной верой. Она подчинялась ему постепенно и очень сильно помогала в управлении. Другой верой взял специально. Это была дикость в то время вообще просто. Он был очень прогрессивным, сильным человеком. Он был по барабану, то, как думает. Он просто устанавливал свои законы, которые потом начали работать, и в Индии в том числе. Лидер не должен предаваться уму. Это означает убивать себя. Допустим, у вас не есть нерешаемая проблема. Вы начали думать, 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 а так, так, так сделать. И все, вы чувствуете, заснуть даже не можете. Все, вы убиваете свое предприятие. Потому что это не способ решения проблемы. Есть только один способ решения проблемы. Это молитва. Ум не поможет. Надо просто отдаваться святому и брать силы из молитвы. Всегда решение принимается только тогда, когда вот здесь очень спокойно. Попытайтесь это очень четко запомнить. Вот здесь должно быть спокойно, и правильное решение только тогда приходит. Когда здесь неспокойно, это значит, что я не достоин правильного решения. Должен стать достоин. Означает принять судьбу. Не привязываться к тому, что происходит. Меня могут посадить. Ну, хорошо. Ну, а как воин сражался? Он что, идет сражаться и думает, меня не убьют? Он знает, что меня могут убить. Говорят, с этим мыслью человека идет сражаться. И означает, что он спокойно к этому относится. Значит, он лидер. Он может. Надо успокоиться. Меня могут посадить. Ну, что ли? Какие проблемы? Человек молится, а сам не может он это сделать. Это своими силами недостижимо. Надо учиться жить по законам святости. То есть, быть преданным святым людям. Эта преданность дает вот здесь спокойствие. Так раз. Спокойно встал. Преданность означает побриться, там еще что-то делать. Не знать внешнее. Ничего внешнее не означает. Это означает просто, что ты принимаешь святость как основу своей жизни. Может быть, ты не можешь так жить еще. Но ты принимаешь это. Это означает вера. Простепенно все поменяет само. Не надо думать, что я вот не могу, значит, я не верю, не верю. Вера совсем другое. Вера это твое, как бы, направление жизни. Ты выбираешь такой путь. Путь святости, допустим. Моришься, раз, и спокойно стало. Спокойно стало, можешь подумать о своих проблемах. В это время. Все встанет четко по полкам. Точно будешь знать, что делать. А это значит, что никакой тюрьмы не будет. Сначала человек принимает, а потом он видит, что все спокойно решается. У меня в жизни была такая ситуация, что меня захотели в тюрьму посадить. Ну, просто потому, что я стал популярным, не шире. Ну, посадить тюрьму же человеку не сложно, правильно? Было бы желание у кого-то. Я начал молиться. Я почувствовал людей, которые вот это хотят сделать. У них желание пропало. Просто молился спокойно, и все, у них пропало желание. Можно с силой своей внутренней любые вопросы решать без проблем. Потому что все вопросы означают отношения двух людей всегда. Отношения можно изменить с помощью позитивной силы, которая идет изнутри к себе. Можно это все поменять, свои силы внутренние. Понимаете, почему? Один губерн побеждает, другой проигрывает. Потому что у того больше чистоты внутренней, силы. А у другого меньше. И он не может ничего сделать с другим, с этим губернером, который слабее. У него страх появляется. Перед силой всегда у человека страх появляется. Есть единственная сила у человека. Это преданность выше истине. Бог управляет всем. Если ты с Богом ближе, значит ты сильнее. Вот и все. Я вам одну историю расскажу, которую вы не поверите. По-любому. Но надо быть ученым человеком. Сегодня я смотрел, в интернет скачал съемки, ну как бы ролики, как человек зажигает рукой бумагу. Ну так вот. Повторяет. Клин, клим. Ну специальный настрой медический, который дает огонь. Повторяет как бы настрой. Бумага загорается. Много-много съемков разных вариантов, как он это делал. Я начал медитировать и увидел, что у него огонь из руки идет. Увидел это. Что это не фокусы. Это правда. Надо изучать этот мир. Он очень сложный. Многое не можем понять. Один святой царь в Бенде, в Джайпуре, это документальный факт, исторический. Это было где-то там, порядка 500 лет назад. Может 400, я не помню сколько. Ну то есть, идея была такая, что он всегда находился в молитве в определенное время. И он ну как бы объявил громогласно, что бы ни происходило в моем государстве, я когда во время, я молюсь, я не выйду из своей комнаты. и как раз на него напали во время молитвы. То есть, ну именно это время выбрали и напали на его государство. Его правитель начал торопанить дверь, стучать там, что делать. То есть, надо тактику вырабатывать, оборону там и так далее. Много эмоций. Он просто сидел, молился. Он по барабану был. И в это время, что реально документально произошло. Вышел царь. Никому ничего не говоря, сел на коня, взял оружие, поскакал и порубал половину армии. Буквально в считанные минуты. И потом он опять назад зашел, дальше продолжал молиться. Потом, когда молитва закончилась, опять вышел. Вот. И правитель говорит, ну вы вообще такого я еще не видел. Он говорит, в смысле? То есть, он ничего не знал об этом. И он потом, когда тот ему рассказал, и он сказал, на самом деле, я несчастный человек, потому что тот Господь, которому я молюсь всю жизнь, я его не видел, а ты видел. И он очень сильно плакал после этого. Понимаете? То есть, Бог сам может решить все проблемы без проблем. был пожелание предаться, свою силу, волю проявить. Не обязательно такие реальные события будут у вас в жизни происходить. Но вы увидите, как это работает система. Я увидел много раз в своей жизни, что сила человека решает все проблемы. Сила человека, она не своя. У нас нет своей силы. Мы в ней зависимы. В этом мире все зависимы. Каждый под влиянием какой-то силы находится. если человек выбрал правильную зависимость, он становится очень сильным. Надо выбрать правильную зависимость. То есть, тратить все это понять. И если человек находится на умственной платформе, он постоянно думает, у меня ничего не получается, эти меня замучили. Умственная платформа также означает ненависть. Часто руководитель попадает гряди ненависти. Он думает, блин, как мне с этим работать затрудненно? Как такой? Меня достал. Все. Эта ненависть убьет его жизнь. Просто убьет. У него нет никаких шансов нормальный управлять. Что надо делать? Надо молиться, успокоить свое отношение к этому человеку. Спокойным стать по отношению к этому. Если ты не можешь ни уволить, ни приблизить человека, он просто делает тебе пакости, и ты ничего не можешь с ним сделать, надо просто успокоиться. И вы увидите, что можно решить проблему с этим человеком. Свободен.